итак листья готовы приступим к плетению самого цветочка я разработала схему чтобы он был вот такой формы совсем небольшой длины маленького размера и лепесток его выглядит вот таким образом это одна сторона и вот вторая то который будет внутри находиться и вот здесь снаружи она идет как бы лицевая и внутри вот эта изнанка и и будет незаметно особенно когда мы добавим туда вот эту большую тычинку и сам цветочек я формировала без листьев и так цветочков у меня будет тоже 9 как я планирую но возможно я добавлю их количество и соответственно нужно сплести 9 вот таких элементов можно их плести одного цвета можно добавить несколько цветов в основании можно добавить например зеленый какой-то оттенок но у меня вот два верхней части белая и основа желтая я буду использовать ту же самую проволочку сечением 0 4 миллиметра того же золотого цвета в основном не бисер желтый верху немножко белый но здесь этого практически не видно нужно два отрезка один длиной 20 сантиметров и 2 длиной 60 сантиметров и соответственно бисер желтый и белый у меня бисер китайский 12 размера как и рубка сначала из проволочки длиной 20 сантиметров мы сплетем основу вокруг которой будем формировать все остальные дуги и сначала я набираю две белых бисеринки вот таким образом и в центре этой 20 сантиметров и проволочки мы затягиваем вот такую конструкцию одну бисеринку убираем сторону сквозь вторую проходим почти выравниваем кончики не на один уровень и затягиваем теперь на один из кончиков нужно набрать три белых бисеринки и остальные желтые всего должно быть полтора сантиметра убираем лишние и на вторую проволочку точно также набираем три белых и желтые также полтора сантиметра в общей сложности здесь можно уже не использовать линеечку а просто приложить две проволочки вместе и посмотреть вот сколько лишнего бисера теперь нужно скрутить эти две проволочки только так чтобы скрутка находилась по центру то есть между двумя этими дугами чтобы она не уходила ни вправо ни влево чтобы было ровно по центру то есть вот таким образом стараемся скрутить на полтора сантиметра теперь выравниваем эти две как бы дуги и у нас получается вот такой элемент вокруг которого мы сейчас будем плести берем осевую проволочку и я ее завожу под эту петлю тогда она как раз ляжет вот в эти витки проволочка и вот в этих витках я ее укладываю для того чтобы не формировалась лишняя толщина сейчас я набираю примерно штук 5 желтых бисеринок и остальные белые теперь мы направляем эту полу дугу вверх и нам нужно будет сейчас зацепиться вот видите две бисеринки это верхние который формирует верхушку и вот следующая одна бисеринка который под верхушку вот под ней нам нужно будет зацепиться для этого я оставляю бисер столько чтобы он был как раз на уровне того места где мы зацепимся вот таким образом убираем лишнее и заводим проволочку рабочую с изнанки как раз между вот этих двух дуг вытягиваем и зацепимся как раз под вот этой верхней бисеринкой если сверху считать то третье если на этой дуге то первое вот таким образом вводим ее так в сторону и назад затем мы ее увели назад и как бы обводим вот так уже вокруг следующей бисеринки вот этого ряда вот таким образом то есть мы их как бы сшили вместе вот так затянули и теперь проволоку выводим вот в этот треугольничек получившиеся вот таким образом выводим и затягиваем и уже потом выводим в сторону то есть получается что мы плетем дугу вокруг вот этой основной петли но при этом мы проходим еще и прошиваем ее вместе соединяем чтобы у нас сформировался вот такой остренький уголочек на верху лепестка и теперь возвращаемся вниз набираем примерно штук 5 белых бисеринок и остальные желтые это был в принципе самый такой непростой момент во всем плетение дальше все будет намного проще вот так выглядит изнаночная сторона где у нас проходит проволочка как бы прошивкой и теперь мы возвращаемся вниз плотно прижав сюда бисер но здесь мы формируем уже изнаночную сторону то есть направляем рабочую проволоку с бисером под лепесток вот таким образом здесь формируем обычно округлый низ делаем оборот и уводим в сторону у нас получилась вот такая центральная часть лепестка и дальше уже плетем возвратами то есть мы будем возвращаться зацепившись за крайнюю дугу сначала когда я поднимаюсь вверх я набираю все желтые бисеринки зацепляться я буду под 2 бисеринкой вот с этой стороны то есть укладываю здесь желтый бисер сначала делаю как бы их на одном уровне вот с этим местом где будут зацепляться после 2 затем убираю еще одну бисеринку что было меньше здесь но зацепляться я так и буду после 2 убираем лишний бисер проволоку заводим с изнаночной стороны за вот эту крайнюю дугу и зацепляемся после 2 бисеринки сверху делаем вот такой возврат вводим проволочку в сторону затем снова все поджимаем чтобы дуги были ровные аккуратные и уводим в сторону теперь я набираю 5 белых бисеринок остальные желтые здесь делаем вот такую как бы полу дугу возвращаемся к основе плетение также изнаночный не сформируем вот таким образом делаем оборот и проволочку как бы поджимаем посильнее сюда к плетению чтобы следующий ряд пошел сюда ближе к прошлой дуге а теперь с этой стороны я также укладываю полностью весь желтый бисер также мы будем здесь делать возврат под 2 бисеринкой сверху вот здесь и также делаю на одну бисеринку меньше вот здесь будет возврат также с изнаночной стороны выводим проволочку на лицевую и затягиваем вот здесь под 2 бисеринкой вытягиваем вводим в сторону далее вернемся обратно я набираю 5 белых и остальные желтые старайтесь лепесток всегда держать к себе одной стороной чтобы не путаться то есть вот у нас вверх лицевой здесь не видна прошивка но внизу у нас идет изнаночная сторона и вот у нас задняя сторона здесь вот немножко есть прошивочка но здесь у нас идет лицевое плетение внизу я всегда стараюсь держать к себе лепесток вот таким образом чтобы я всегда видела одну сторону и так делаем оборот и еще здесь нужно следить чтобы вот это вот осевая проволочка на которой мы работаем она всегда шла ровно чтобы она не изгибалась здесь ни в одну ни в другую сторону чтобы лепесток у нас формировался ровный вот таким образом заводим рабочую проволочку с бисером на изнанку убираем лишний бисер и делаем оборот теперь делаем следующий возврат если мы посмотрим вот как раз это полу дуга с которой мы сейчас работаем возврат я буду делать под 3 бисеринка вот раз два три вот здесь буду делать возврат значит желтого бисера у меня должно быть вот так если по уровню с местом возврата и еще минус 1 заводим проволочку с изнаночной на лицевую под 3 бисеринкой и уводим в сторону расправляем все дуги и набираю 5 белых остальные желтые возвращаясь к основе плетения точно также завожу с изнаночной стороны убираю лишний бисер и делаю оборот теперь с этой стороны делаем то же самое укладываем здесь желтый бисер также смотрим вот у нас дуга с которой мы сейчас работаем после 3 бисеринки я буду также делать возврат то есть я сейчас укладываю бисер на уровне с этой 3 бисеринкой а теперь убираю еще одну завожу также с изнаночной стороны за эту крайнюю дугу и зацепляюсь после 3 бисеринки и увожу в сторону теперь набираю снова 5 белых остальные желтые возвращаясь к основе плетения точно также формирую изнаночный низ когда плетете смотрите по количеству бисера то есть если я например оставлю вот так то мне здесь уже не нравится здесь уже такое достаточно большое расстояние поэтому лучше я одну бисеринку еще уберу пусть будет поплотнее но поменьше расстояние между дугами и делаю вот такой оборот лепесток мы формируем прямой то есть в процессе плетения мы его не изгибаем форму придадим потом так делаем следующий возврат а точно также нужен желтый бисеринка без белого укладываем его и смотрим вот наша следующая дуга с которой мы работаем и вот они три бисеринки вот так у нас будет на уровне с тремя бисеринками я еще одну убираю точно также заводим с изнаночной стороны и делаем возврат после третьей бисеринки вот этой дуги далее снова 5 белых остальные желтые возвращаемся к основанию плетения делаем оборот если вы плетете 0 3 проволочкой то возможно лепесток будет не так хорошо держать форму и придется его прошить вот эти 0 4 лепестки я не прошивала и так дальше снова желтый бисер укладываем его смотрим вот наша следующая дуга вот эти три бисеринки вот так будет на одном уровне и еще одну убираем заводим с изнаночной на лицевую и делаем возврат под третьей бисеринкой вводим в сторону и набираю снова 5 белых остальные желтые вот на одну бисеринку меньше я делаю как раз для того чтобы здесь хорошо уместился бисер следующего ряда если я сделаю здесь вплотную то есть представьте что здесь есть еще одна бисеринка она сделает таким образом что дуга будет уже отклонена сильнее здесь будет большой зазор большая пустота и вот здесь когда мы будем накладывать уже следующую дугу будет такой большой оборот мне так не нравится я делаю таким образом что было место для следующего ряда бисера 5 белых и остальные желтые возвращаемся к основанию плетения делаю здесь оборот таким образом и нам остается сделать последние возвраты и лепесток наш будет готов укладываем здесь желтый бисер здесь я уже возвращаться буду под 4 или 5 бисеринка здесь мы уже смотрим по размеру бисера иногда бывают они такие мелкие что можно взять 5 иногда они покрупнее можно взять 4 то есть вот эта дуга я вернусь наверное под 4 бисеринкой то есть вот таким образом смотрим вот так будет на уровне 4 бисеринок вот так и лишнюю убираю завожу с изнаночной на лицевую вот 4 бисеринка под ней я делаю возврат набираю 5 белых остальные желтые возвращаясь к основанию плетения проверяю ось у меня ровная вот таким образом делаем оборот укладываем желтый бисер чуть-чуть еще добавлю смотрим здесь я возврат сделаю также после четырех бисеринок этой дуги вот так будет на одном уровне и одну убираю заводим с изнаночной стороны и зацепляемся после 4 это был наш последний возврат набираем 5 белых остальные желтые возвращаемся делаем здесь изнаночные оборот убираем лишний бисер и проволочку я вот таким образом несколько раз обкручиваю ну примерно раза 3-4 это достаточно такими плотными витками все поджимаю чтобы здесь она витками не растягивалась по всей длине и направляя ее вниз у нас получается вот такой лепесток в этом цветочке он один единственный из него мы как раз и сформируем нужную нам форму вот таким образом он будет выглядеть если у вас было 0 0 3 проволочка то как я и говорила что ее желательно прошить то есть можно прошивку расположить вот таким образом как бы по диагонали можно начать вот отсюда откуда нибудь можно отсюда но в принципе здесь все и так стабильно держится вот так прошить и вот так прошить эти дуги чтобы когда вы сформируете чтоб здесь вот цветочек не разъезжался но 0 4 в принципе очень хорошо держит форму дуги не разъезжаются и прошивка не требуется итак если нужно прошивайте если нет можно сразу начать формировать формировать вы можете вокруг какого-либо предмета например вот так взять ручку маркер сначала немножко сформируем вот такую чашечку и затем начнем оборачивать у нас один край будет ниже за счет того что мы завершили здесь плетение значит начнем мы с того края который ниже вот таким образом завернули его сюда теперь заворачиваем вот эту сторону теперь уже можно убрать предмет посильнее поджать вот так чтобы закрутилось все верхушечку уже можно сейчас немножко отогнуть наверх и заворачиваем вторую сторону вот таким образом вокруг пальчик можно немножко промять и и здесь стараемся поджать вот эту обвивку эти витки поплотнее вот в принципе и все мы сформировали наш цветочек так как все такое мелкое миниатюрное здесь достаточно сложно сделать как-то более закруглённо то есть бывает каллы у которых прямо по спиральки начинает листика раскрываться но наш размер не позволяет этого сделать получается примерно 4 4 с половиной сантиметра высота цветка и так нам останется сюда добавить тычинку большую как вот у этого цветочка и сейчас мы ее сделаем и а и 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